Unity 3D Study.ru. Научитесь создавать игры. Всем привет, с вами команда 4GamFree и сегодня мы вам покажем, точнее я вам покажу, как скомпилировать билд на Windows, будь то 7 или 8, а возможно даже XP, но я не знаю, я не проверял, под ваш iDevice, точнее под iPad, iPod, iPhone и iMac. Ну, если под iMac, то вам этот способ не нужен, если у вас есть Macbook, вы можете сразу уходить, закрывать видео. Потому что, собственно, сегодня я вам покажу, как можно эмулировать Macbook или iMac на Windows платформе. Прошу прощения. Итак, что вам для этого потребуется? И точнее, давайте расскажу, как мы это будем делать. Мы установим такую чудесную программу, как VMWare Workstation 10-й версии. Билд я читать вам не буду. Собственно, ссылку я дам в описании, проходите по этой ссылке и качайте. Вот, собственно, скачать торрент. После скачивания вы можете перейти к следующему этапу, или точнее, можете параллельно при скачивании этой программы скачивать еще MacOS X Mountain Lane. То есть, это, собственно, тот образ MacOS-системы, который мы будем эмулировать. Ну, как сказать эмулировать? Мы будем просто запускать MacOS на нашем Windows, как хостевую систему. То есть, у вас будет запущен Windows, будет открыта программа, в этой программе будет запущен MacOS. Хочу сказать, что, в принципе, способ очень довольно хороший, и у меня, в принципе, летает. У меня лагов мало, компилируется все хорошо, Mac, то есть, Xcode работает, iOS SDK тоже. То есть, все, в принципе, хорошо. Далее качаем вот такую вот сборочку, это MacOS X Mountain Lion, 10.8.3, VMware Image, AMD и Intel, под AMD и Intel процессоры, под эти архитектуры. Английская версия. Но с этим проблем не должно быть. Можете подскать русскую, но я, честно говоря, русской не видел. Хотя, а, нет, секундочку, там же можно выбрать, там, в принципе, при установке вы сможете... А, нет, нельзя. Вот. В принципе, качаем эту сборочку. Скачай торрент и, опять-таки, качаем. После того, как вы скачались, у вас будет две такие папки. Сейчас, секундочку, я открою их. Открыть папку, открыть папку. Вот так вот. Вот. У вас будут две такие папки. Первая папка, это, собственно, с вашим VMware Workstation. Вторая папочка, это с самим образом MacOS. Первым делом, что вы делаете, это устанавливаете VMware Workstation. Для начала открываете VMware Workstation Full. Я не буду это открывать, я вам скажу на словах, как, что делать, так как я, в принципе, помню. И просто у меня уже установлено. Если я буду вам показывать, как устанавливать, у меня займет это опять примерно целый день. На настройку и так далее. Честно говоря, я убил на этот способ примерно неделю. То есть, я узнавал... Изначально я пытался поставить MacOS под VirtualBox. VirtualBox, это примерно аналогичная программа, но она бесплатна. Как сказать, бесплатна. Она реально бесплатна. А VMware, она реально не бесплатна. Но, на самом деле, видите, скачал, здесь даже KGN есть. То есть, в принципе, окей с этим. Так. Открываете Workstation Full.exe. Вас нажимаете далее-далее место, куда вы хотите установить. И вас в определенный момент попросит установить, то есть, указать ключ. Открываете KMarket ZVT. KGN. Запустить. Нажимаете пару раз Generate. Копируете. Вставляете Serial Number. То есть, ключ. Или серийный номер. Вот. После чего все окей. Вам подтверждает, что все окей. Лицензия хорошая. И устанавливаете. После того, как вы установили, можете установить русификатор. Я его себе установил. Так, в принципе, с ним удобнее. Вот. После чего переходим к OSX Mountain Lion. Открываем этот архив. Опять же таки, примерно у меня сейчас полностью весь образ и все это VMware занимает около 40 гигов. То есть, жесткий диск под этот образ 150 гигабайт. Конечно, он может использовать меньше. Но желательно, чтобы на вашем жестком диске было достаточно места. Можете установить на диск D. Можете установить на диск C. Я установил на диск C. Диск C. У меня сейчас 11 свободно. Вот. То есть, пока что мне не хватает. То есть, больше примерно 20 гигабайт я не использую. То есть, это вот хорошо. Примерно, чтобы у вас было свободно 30 гигов. Я думаю, что вам будет достаточно. Или 40. Вот 40 вообще хорошо. Открываем эту папочку. После того, как открыли архив, открываем папочку. И копируем Mountain Lion, Hardware Virtualization Bypasser и MacOS X Guest в папочку с тем, куда вы, собственно, установили. Это программ Data, программ Files X86. В моем случае. Открываем корневую папку VMware. Это вот VMware. Затем VMware Workstation. Открыли. После чего скопировали все эти папки из архива в папочку VMware Workstation. Вот сюда вот. Как видите, у меня уже скопировано. Это OS X Mountain Lion. Вот оно. VMware Unlocker Hardware Virtualization Bypasser. Скопировано. И VMware Unlocker MacOS Guest. Вот тоже скопировано. Суть в чем? Суть в том, что под VMware MacOS нельзя запускать. То есть, в принципе, это пиратский способ. И VMware изначально не поддерживает MacOS. Для этого сначала переходим в MacOS X Guest. Выбираем VMware. То есть, после того, как скопировали, уже открываем папочку macOS OS X Guest в корневой папке VMware Workstation. Вот оно. Это потом 8X, 9X. И VMware Workstation Unlocker. Если вы с Windows это делаете. Или Unlocker Linux, если это с под Linux. Открываем. И нажимаем здесь два раза на Install Command. То есть, нажимаем и ждем, пока оно все это сделается. То есть, довольно все быстро делается. Все. То есть, оно что-то вам там пропатчило. Я не вникал в это особо. Далее выходим из этой папочки. Она нам больше не нужна. Далее переходим в VMware Unlocker Hardware Virtualization. Вы должны узнать, есть ли на вашем процессоре такая фича, как виртуализация. Она нужна для более комфортной работы в гостевых операционных системах. Вы можете узнать это через BIOS. Вы можете зайти в BIOS и найти там строчечку, где будет написано CPU Virtualization. Затем там напротив Enabled или Disabled вы должны писать Enabled. То есть, включено. Или же вы можете скачать CPU. Сейчас я вам покажу. Такую вот программку. Вот CPU. CPU ID CPU Z. Она скажет вам все про ваш процессор. Вот. Здесь у вас должно быть вот Instruction. Как я понял, это SSE2, SSE3 и выше. AMD V. Скорее всего, это оно и есть. AMD Virtualization. И, собственно, 86-64-битная архитектура. Вот. Окей. То есть, это должно у вас поддерживаться. У меня процессор, я сейчас покажу вам. То есть, у меня процессор идет AMD Athlon 2X4 641 Quad-Core. Процессор, то есть, четырехъядерный, 2.8 и оперативная память 8 ГБ. 64-битная разрядная система. После того, как вы это все сделали, вы переходите в... Так, стоп, это оно и есть. Вот. Нет, это не оно. Вот. Вот это оно. Если у вас это есть, тогда вы не нажимаете. То есть, если у вас присутствует виртуализация, она включена, вы это не нажимаете. Если она у вас присутствует и не включена, вы должны ее включить в BIOS. Вот. Как узнать, включена она или не включена? Опять же, через BIOS. Если у вас нет виртуализации, вы этом хорошо убедились, нажимаем VMware, VMX, патч. То есть, оно вам патчит, опять же таки, VMware и таким образом у вас появляется виртуализация. Но она не настоящая. То есть, в принципе, виснуть все будет. И комфорт-то можете не ждать от VMware. Далее переходим в OSX MountainLine. В соответствии с вашей архитектурой, вы выбираете, какое у вас ядро. У меня AMD. То есть, архитектура, у меня процессор AMD. Выбираю AMD Kernel. 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 Вот. Если у вас Intel, нажимаете Intel. Пишем здесь No. То есть, вам не нужен backup. Все. Оно быстренько все что-то просчитало и показало вам. Затем открываем OSX MountainLine VMX. Два раза кликаем на вот... На эту штукенцию. После чего... Так. Секундочку. Я это выключу. Вот. У меня оно просто было уже включено. После чего переходим в Изменить настройки. Здесь указываем, сколько памяти, оперативной памяти вы хотите использовать на вашей виртуальной машине. Я поставил 4 гигабайт. Изначально тут стоите 1 гигабайт. Здесь до 64 гигов. То есть, это ОГОГО. Я поставил 4. Процессоры тоже я поставил. Давайте я поставлю себе 2. И количество процессоров 1. И ядер 2 ядра. То есть, этого достаточно. Жесткий диск. Текущий размер 16,8. То есть, как я и говорил, 40 будет идеально. 30 тоже. Ну, желательно 40. Параметры, так как плюс еще сам VMware. Дополнительный софт, который будет устанавливать на виртуальную машину и так далее. В параметрах здесь, в принципе, ничего не трогаем. Здесь вам особо ничего не нужно. И нажимаете. Сетевой адаптер здесь ставим NAT. То есть, в принципе, здесь все оставляем так, как и есть. Звуковую карту можете поставить в свою звуковую карту, которая у вас. У меня это NVIDIA High Definition Audio. Как там так называется. Вот. Окей. Если поставите карту узла по умолчанию, тогда оно автоматически вам выберет. Вот. Нажимаем ОК. После чего нажимаем включить виртуальную машину. Собственно. Так. Здесь у меня появляется такое окошко, но у вас его изначально появиться оно не должно. Если появляется, здесь не важно. Нажимаем Yes. Или No. Оно без разницы. Я нажму Yes. Yes. Хорошо. Потом у вас появится окошко, где вы должны нажать кнопочку I copied it. То есть, я скопировал. Или что-то в таком духе. Там будет I moved it. Или I copied it. Вы выбираете там, где ты скопировал. То есть, I copied it. Вот. Нажимаете на эту кнопочку. После чего начнется запускать виртуальная машина. При первом запуске macOS вас попросит... То есть, в принципе, у меня сейчас оно сразу запустится. Так я уже все сделал. Вас попросит выбрать язык. Указать страну, где вы живете. Часовой пояс. Указать Apple ID. Вот насчет Apple ID. Вы должны его указать. То есть, в принципе, чтобы у вас нормально работал. Вы можете зарегистрировать Apple ID. Сейчас, секундочку. Для этого переходим... Сейчас, опять не работает. Apple... Apple... Вот. ID... Регистр. Вот по этой ссылочке. Я оставлю ее в описании. И здесь создать Apple ID. Здесь, в принципе, процедура довольно простая. Заполняйте все поля. Создать Apple ID. Вот. После чего вам там на email, по-моему, придет подтверждение или что-то такое. Вы проходите. И, опять же, таки пароль должен состоять из... Хочу заметить, из разных регистров или, как сказать. То есть, там должны присутствовать пальцы за главные буквы и маленькие буквы. Вот так вот. И, по-моему, цифры должны присутствовать. То есть, пароль довольно-таки сложный. Вот. Ну, там вам все равно выдаст ошибку или, я не знаю, как, может, уже у них все поменялось. После чего вы введете Apple ID и ваш пароль. То есть, не ошибитесь. То есть, это вот вам нужно. После чего вас попросит там или до этого вас попросит создать аккаунт. Аккаунт, собственно, MacOS. То есть, это какой пользователь. Вы пишете имя пользователя, потом там пароль и снимаете галочку «Спрашивать пароль при запуске Macbook». Вот iMac или Mac. Я не знаю, что у вас. Вот. Пароль может быть, например, 123, какой угодно. То есть, создаете учетную запись. После чего нажимаете ОК. И, в принципе, все. Первая загрузка у вас будет довольно-таки долгая. Вот. Но, в принципе, это не должно занять много времени. У меня почему-то сейчас оно глючит. Нет, все запускается. Видите, у меня уже появилась мышка. Вот. То есть, мой MacOS. Сейчас она раздуплится. Загрузился. Можем включить в полный экранный режим Fullscreen. Вот здесь вот это вот. После чего у вас, собственно, появится голая MacOS-система. Так сказать. Чистая. Можете посмотреть здесь. About this Mac. Обновлять. Если у вас AMD архитектура. Можете не обновлять. Так как она не обновится. У вас выбьет ошибка. То есть, вот здесь есть Software Update. Лучше не надо нажимать. Потому что у вас просто выбьет ошибку. После того, как вы уже все установите. Я пытался. Ну что ж. На этом первый урок о том, как создать MacOS на вашем Windows. И скомпилировать билд Unity 3D под iOS на Windows. Закончен. Я сейчас запишу еще один урок. Где расскажу вам, собственно, как установить Unity 3D. И собрать вот такой вот 4-part IPA. То есть здесь все работает. Здесь Xcode работает. iOS SDK работает. Unity 3D работает. Все хорошо работает. More info. Сейчас я продемонстрирую. Работает довольно все шустро. Более-менее, но хорошо. Можете поменять здесь свое разрешение. Display Preference. Разрешение своего экрана. Я поставил свое родное. То есть Full HD у меня. И нажал Full Screen, чтобы было более-менее так красиво. Собственно, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. И до новых встреч. Скоро будет еще один урок. Где я расскажу, как установить Unity 3D. И собрать билд. Всем пока-пока.